11.04, московское время, в студии Финам-ФМ Олег Винокуров и Валерий Винокуров, и мы начинаем очередной выпуск программы Прессинг, сегодня будем говорить о самом, что ни на есть, интеллектуальном виде спорта, о шахматах, и поведем этот разговор с Ильей Левитовым, председателем правления Федерации шахмат России. Добрый день, Илья. Здравствуйте. Ну, мы, собственно, озаглавили, вернее, обозначили тему нашей программы, как шахматная школа, сколько стоит интеллект, и тут вот в слове школа, мы так, мы его обыгрываем сразу, тут несколько значений, одно-то из них вам, естественно, понятно сразу, потому что говорят, чуть ли что уже вот продумывается вопрос о том, что шахматы надо включить в систему общего образования, и в школу внести. Ну, он давно уже продумывается, это не новая идея, вообще во многих странах он уже включен в систему школьного образования. Ну, у нас на какой стадии все это дело? Он, вы имеете в виду, как вид спорта? Как вид деятельности, ну, как элемент, ну, скорее, дополнительного образования, потому что, конечно, встроить его в систему обязательного образования, наверное, не получается, потому что программы практически во всех развитых странах сильно перегружены, поэтому еще и вводить шахматы непонятно, непонятно уже... У ребенка может взорваться голова в какой-то момент. А вот как элемент дополнительного, бесплатного факультативного образования во многих странах он существует, например, в Армении, там, в Америке в некоторых школах это есть, в Европе сейчас принята программа развития школьных шахмат. Ну, это вопрос, на самом деле, очень дискуссионный, потому что основной аргумент, который мы слышим против, что не все дети способны играть в шахматы. Что такой сложный вид деятельности. Смотря на каком уровне, просто научиться это можно. Нет, вообще. Вообще не могут научиться, да. Что есть дети, которые, ну, например, шахматы сейчас введены в качестве дополнительного образования в Самаре, и там выяснили, что есть дети, которые просто не могут научиться играть в шахматы. Вот они с трудом выучили, как ходят фигуры, а вот дальше уже не пошло дело. А когда-то в Москве было несколько школ. Вот одно из них, я даже знаю, международный мастер Наталья Титаренко преподавала, возглавляла где-то... Нет, сейчас тоже есть школы, сейчас тоже есть школы, где есть кружки, скажем так, шахмат, куда, кстати, родители с огромным удовольствием отдают детей. То есть интерес, он огромный, потому что вот у нас, например, в здании Федерации на Гоголевском бульваре существует шахматный клуб, шахматная школа, куда отдают детей, и спрос огромный на шахматное образование. Шахматная школа при центральном шахматном клубе, да? Да, можно так сказать, да. То есть у нас там и турниры проходят, и дети занимаются, и классы есть. А, кстати, платные эти все вот классы и школы? Сейчас все платные. Все платные, да? И даже шахматы, да. Ну, понятно, да. Но как преподавателю же надо платить зарплату. Ну, понятно, конечно. То есть это стоит недорого, но это каких-то денег стоит. И вот шахматные кружки вот раньше было, их очень много вообще было. Ну, вы знаете, то, что раньше называлось, да и сейчас называется дворец пионеров, шахматные кружки сохранились. На Ленинских горах, вот на чистых прудах, я знаю, это есть. Ну, конечно, это в меньшем объеме, чем это было в советское время, потому что в советское время это было очень масштабно, организовано, системно в это вкладывались и деньги, и ресурсы. Сейчас нет такой системности, нет таких ресурсов, и нет такого спроса на шахматы в обществе. Поскольку понятно, что у ребенка и так перегружена жизнь, и плюс он, шахматы, конечно, не могут конкурировать с миллионом других развлечений, интернетом, играми, поездками там и так далее. Ну, какое-то свое место, то есть те дети, которые проявляют желание, проявляют способности, у них есть места, где можно прийти и позаниматься шахматами. А вот на высший уровень это тоже вот проецируется? Сейчас нет такого вот размаха на этом уровне, как на детском, как было в Советском Союзе. Но нет такого и доминирования отечественной школы на высшем уровне. Ну, конечно, нет. То есть это проецируется абсолютно. Ну, здесь даже следствие периода, который, скажем, вот этого безвременья 90-е годы и середина 2000, вот до середины 2000, где-то вот 15-17 лет они, по сути, были потеряны. И у нас сейчас поколение, то есть у нас сейчас на вершине, скажем, мирового рейтинга находится несколько шахматистов, которые еще получили советское шахматное образование, да, оперировать термином советская шахматная школа. То есть это Владимир Крамник, Петр Свитер, Александр Грищук. И дальше за ними уже идет поколение, которым сейчас уже 20 лет. То есть если Крамнику 37, то, например, Сергею Карякину, который тоже входит в мировую десятку. Из Украины, который почему-то в Россию перебрался. Это правда, да, это правда сейчас. Непонятно почему. Ну, потому что там у него нет никакой поддержки, не было. Это талант, это талант мирового уровня, а на Украине он не мог ни копейки получить. Вот сейчас, кстати, Анна Ушенина украинская стала чемпионкой мира. Вы знаете, сколько ей выделило правительство Украины премию? Ну, угадайте. Тут женщина стала чемпионкой мира по шахматам. 100 гривен. 3000 долларов. Понятно. Чемпионки мира по шахматам? 3000 долларов. Ну, лучше бы не дали ничего. Зачем ему плевать в лицо. Поэтому Карякин уехал оттуда. Здесь он имеет и поддержку, и спонсора, и тренер с ним здесь работает. Это Юрий Дыхаян, а тренер Каспаров. То есть он имеет возможность здесь стать шахматистом не просто туп-уровнем, он уже шахматист в туп-уровнем, он входит в мировую десятку уже несколько, уже, по-моему, года полтора. Но имеет возможность побороться за звание чемпиона мира. Раз вы упомянули Каспарова, то как раз сейчас Магнус Карлсон... Я Каспарова не упоминал. Я упомянул Дыхаяна. Дыхаяна как тренера. Ну, понятно, Дыхаяна как тренера Каспарова. Напомню, что Дыхаян очень много лет был тренером 13-го чемпиона мира. Да, но сейчас как раз, ведь у Каспарова был рекордный рейтинг, а сейчас вот Магнус Карлсон, норвежец, выиграв турнир в Лондоне, установил новую, поднял планку. А мне кажется, может быть, он не человек, мы вот решили. Как кто не человек? Магнус Карлсон. Не человек? Нет. Очень симпатичный парень. Очень симпатичный парень, но не человек. Ну, просто с какой-то запредельный уровень. Потому что надо еще учесть, что Каспаров установил свой рекорд 2851, это рейтинг, который был у Каспарова. Он его установил, когда у ближайшего преследователя было 2780, по-моему, или 2790. То есть ему приходилось обыгрывать соперников с гораздо... Ну, чтобы поддерживать этот рейтинг. Чтобы поддерживать, чтобы добиться даже этого рейтинга, ему приходилось показать просто феноменальные результаты. Выигрывать там 8 партий из 9 в турнире. Карлсон обогнал этот рейтинг, что тоже выдающееся абсолютно достижение. А какая цифра, я просто не знаю. Я знаю, что обогнал, вы не помните. А у него сейчас еще нет официального рейтинга, потому что это только так называемый лайф-рейтинг, который считается после каждого тура. Ну, понятно. Но он сейчас обогнал все-таки. Обогнал. Рекорд зафиксировали, я просто забыл. Рекорд зафиксировали. Ну, я думаю, у него будет 2860, что-то такое. Понятно. Но это запредельный рейтинг. Просто я думаю, что слушатели, они не понимают этих цифр, потому что... Ну, это, как сказать, это Месси умноженный на 2. Ну, вот так, чтобы понятно было. Каспаров был Месси, а... Каспаров, я думаю, это ближе к Пиле все-таки туда. А, понятно. В Радоне к Пиле туда вот. В ту группу. То есть повыше, это значит... Ну, да, потому что чемпионами мира были, да. Ну, это раз в том, что... Ну, правильно, правильно. Все-таки великое на расстоянии видится. Сейчас-то мы понимаем, что было Пиле, что будет Месси вот через 20 лет, пока... Ну, да, если Месси станет чемпионом мира, вот тогда он и как-то там чего-то сравняет. Значит, ты говоришь, что он должен стать три раза чемпионом мира. В общем, это будет до бесконечности. А Марадона же не было три. Вот именно. Ну, вот как интересно. Футбол с шахматами, это очень приятно, потому что... Но мы же должны гармонично развиваться, правильно, личность у нас должна? Просто поскольку я был в свое время дружен с Михаилом Талем, который футбол обожал, и вообще многие выдающиеся шахматисты очень любили футбол. Поэтому как раз... Я говорю, мы же должны гармонично с вами развиваться. То есть мы развиваем голову, интеллект, играем в шахматы, и обязательно должны поддерживать великолепную физическую форму. Потому что мы не можем... А шахматы без физической формы тоже? Да, кстати, многие этого не понимают. А многие считают, что это вот бездельники сидят такие, развлекаются. Легают деревяшки, подожди. Но если им рассказать, что за партию люди теряют по 3-4-5 килограмм веса, как мужчины, так и женщины... Нет, это здесь вообще просто. Я одному человеку сказал, а ты сядь, возьми задачи математические, порешай их 6 часов подряд, не вставая, без перерыва, и еще и с напряжением. Да. Ну, все. А сейчас... А сейчас еще время, да. А сейчас еще время. Да, еще время, когда заканчивается. Ну, хорошо. От теории мы все-таки должны вернуться к практике, поскольку отразили уже непростой период в развитии нашей страны в целом и наших шахмат в частности. Естественно, мы за это время уже были свидетелями того, как представители советской школы решительно все страны представляли. Были гроссмейстеры из Испании, там, из Израиля. Ну, да, они, в общем, разъехались по всему миру. Ну, ситуация каким-то образом должна уже начать исправляться, возвращаться на круги своя. Ну, скажем, на круги своя она, я думаю, не вернется никогда, то есть того превосходства, которое было у советской шахматной школы и у Советского Союза, конечно... Ну, по сути, когда Советский Союз доминировал в шахматах, шахмата-то нигде, собственно, и не было, кроме Советского Союза. То есть все методики, все методики, которые... Ну, а что вы так понимаете? Это некоторые преувеличения. Ну, а как? Ну, Фишер-то был. Ну, Фишер... А сколько еще было гроссмейстеров в Штатах тогда? Ну, в Штатах... Ну, это потом уже. Три-пять? В смысле, конечно, меньше было. У нас шестьдесят, а там пять, понимаете? В количественном, в численном выражении мы превосходили. Нет, ну, Генни, ну, Карлсон тоже родился в Норвегии, где шахматы вообще не в курсе, что такое вид спорта есть. Где там еще два гроссмейстера, может быть, есть, три. Понимаете? О, это же важно, это же, ну, не футбол развить. Поэтому здесь наша... Мы не можем добиться рождения Карлсона. Ну, да. Это как бы... Это подарок Всевышнего, скажем так. Конечно, конечно. Или кого-то... Ну, так же, как... Кто во что верит, да. Но мы можем создать систему, которая будет... Которая создаст возможность для Карлсона и для шахматистов топ-уровня произрастать. Вот, скажем, вот этим мы сейчас, собственно, и занимаемся. А, то есть, все-таки занимаемся. Конечно, это наша основная задача. Но сперва-то вы сказали, что мы никогда не достигнем того, чтобы... Нет, мы никогда не достигнем того превосходства и того доминирования, которое было раньше. Это, конечно, нет. Но это исключено просто потому, что нет таких возможностей сейчас. Ну, что ж, понятно. Вот мы подошли к теме, которую уже, естественно, будем обсуждать в следующей части нашей программы. Вот об этом мы и поговорим ровно через минуту. Итак, продолжается программа «Прессинг». По-прежнему в студии «Финам.ФМ» Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А и также наш гость Илья Левитов, председатель правления Федерации шахмат России. Ну, вы тоже можете, уважаемые слушатели, подключаться к нашей беседе. 495 – это код города Москвы телефонный. А телефон прямого эфира 651099,6. Ну и можно через сайт finam.fm тоже задавать нам вопросы, высказывать свои соображения. Вот уже тут кое-какие соображения есть. Ну, тоже коснемся и этого. Но сейчас давайте вот к той теме, которой мы закончили первую часть нашей программы. Ну, вот о том, что надо сейчас потихонечку работать над тем, чтобы возвращать утраченные позиции там отечественной школы. Ну, в общем, в полном объеме удастся, не удастся, другой вопрос. Но зависит это, в частности, от нашего гостя Ильи Левитова, который, собственно, Федерацию возглавляет. Значит, таковы ваши цели и задачи. А вы сами же, ну, человек, ну, не из мира шахматов. Нет, нет. Вот это важный вопрос, потому что тема же поднимается периодически даже на разных уровнях, включая и уровень даже президента страны, когда вот там спортом должны руководить профессионалы. Вот это дебатируется вопрос. Футболом должны... Да, но непонятно, что такое профессионалы, руководители спорта. Вот правильно. Да. Совершенно верно. В этом проблема. То есть футболист – это профессиональный управленец в сфере футбола? Вот. Это вопрос. Волейболист в сфере волейбола. Нет, но это, кстати, основное предубеждение и проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь. А вы по профессии? Вы по профессии? Я по профессии... Я вообще занимаюсь консалтингом всю жизнь. Сознательную, недолгую, скажем так. Недолгую, сознательную. Потому что вы молодой. Да. Вот. Но в шахматы я очень люблю. В шахматы я играю. В шахматы я... Я знал и многое, общался с очень многими шахматистами и до того, как стал представителем управления федерации. И в целом, ну, особо никогда не планировал этим заниматься. Так, честно говоря, так случайно получилось, жизнь так сложилась. Но не в этом дело. А дело в том, что я с первого дня, когда я пришел в шахматы, то шахматисты, они так прищуриваясь, поглядываясь, говорили, этот, да, он ничего не понимает. А ты кто такой? Нет. Нет, не то, что ты кто такой. Нет, этот ничего не понимает. А почему же ничего? Вы же, насколько я понимаю, играете? А я, это не важно. Ну, играешь. Это не какая разница. Потому что гроссмейстер топ уровня, кто там играет. Что он там играет? Это не имеет значения. Нет, тут вопрос в том, что любой человек, принадлежащий к определенной сфере деятельности узкой, которую не могут понять другие, ему хочется сохранять вечную вот эту иллюзию, что есть какой-то вот, есть магия. То есть я вот этим занимаюсь, а вот никто другой этим заняться не сможет, потому что это, ну, это не для всех, он ничего в этом не понимает. Ну, вообще, это относится не ко всем гроссмейстерам, потому что... Нет, конечно, не ко всем. Где вот в каком-то посольстве, мы оформлялись там на какой-то чемпионат ехать футбольный, и там встретили Анатолия Евгеньевича Карпова, с которым я когда-то вместе работал, и, в общем, мы были знакомы хорошо, я познакомил его с Олегом, там, помнишь же, да? И он как-то, ну, совершенно не был, он так сразу расположился, и он... Нет, но это же другое. Нас про футбол, про прошу. Нет, но это же другое, это вы встретились, скажем, просто в такой обстановке, а что он должен был сказать, что я с ним не буду общаться, он ничего не понимает в шахматы? Нет, нет, нет. Чего вы от него ждали? Нет, 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 ну, конечно. Чем он вас так приятно удивил? Нет, такого, конечно, нет. Ну, просто, ну, я, к чему скажу, я, поскольку его знаю, и много лет знал, мы просто работали рядом, он же был редактором 64, на четвертом этаже они сидели, а я работал в ежедневнике в футбол, мы в футбол-хоккей, там, потом на третьем этаже, мы очень долго, много общались, ну, потому что друг друга уходили, нас интересовали шахматные проблемы его, соответственно, футбольные, не зря мы тут пересекали. Так вот, я к тому, что вот мои встречи с гроссмейстерами, ну, всегда мне казалось... Но вы же не занимались никогда управлением гроссмейстерами, поэтому я-то... Поэтому ты и сохранил с ними хорошее отношение. А если бы я начал управлением... Когда я не занимался, скажем, не работал в шахматах, у меня со всеми были просто прекрасные, великолепные отношения, никаких проблем, а потом, когда начинается работа, естественно, начинаются какие-то столкновения, им кажется, что я их не понимаю, мне кажется, что они меня не понимают, но мы пытаемся как-то найти общий язык, конечно. Но эта проблема, она существует. В общем, помимо того, что вы там практически все нарушили покой и порядок, что вы... в чем увидите свои задачи? Да ничего, просто нарушил покой и порядок. А это уже нормально. Считаем, что я как бы в порядке. Уже хорошо, лишили их покоя и сна. Нет, на самом деле, мы хотим выстроить систему. Я сторонник того, что любые действия, которые мы предпринимаем, должны быть в рамках определенной системы. То есть наша задача создать базис для роста шахматного мастерства российских молодых мальчиков и девочек любого уровня. То есть мы должны создать условия для будущего Карлсона, который у нас уже родился или сейчас родится, или уже подрастает. Мы хотим создать условия для людей для массового шахматного спорта, чтобы человек мог приезжать, играть в турнирах. Вот для этого мы, например, сделали сеть турниров по быстрым шахматам. То есть это максимально час на партию отдается обоим шахматизмом. То есть партия играется за час. Эти турниры проходят уже сейчас, по-моему, в 19 регионах России. То есть мы хотим сделать, чтобы в каждом регионе России была возможность хотя бы раз в год прийти, сыграть в турнире с гроссмейстерами, послушать лекции, сыграть в сеансе с гроссмейстерами, поиграть со своими сверстниками, с людьми, которые чуть лучше играют в шахматы, чуть хуже. И создать условия для, условно говоря, сборной России по шахматам. То есть воспитать плеяду молодых шахматистов, которые будут отстаивать честь российской команды на международных соревнованиях. Но они сейчас в основном за границей, по-моему, живут. Кто? Они кто? Ну, Крамник там и... Нет, почему? Нет? Нет. Ну, Крамник живет за границей, но это только Крамник. Так все наши живут в России. А, понятно. У нас жесткая дисциплина. Понятно. Выездные визы редко ставятся, поэтому все... Возвращаем советские традиции. Ну да, мы же Карпову встретили именно в посольстве, где он проставил там сутками, неделями, да, видимо. Записывался в очереди, отмечался. Нет, ну он там был как раз не в шахматной роли, а в роли там... Какого-то фонда... Нет, с Анатолием Евгеньевичем мы общаемся, прекрасные отношения. А с Гарри Кимовичем? И с Гарри Кимовичем общаемся. Нет, ну Гарри Кимович, его политическая часть нас не интересует. Это великий шахматист, может быть, величайший за всю историю шахмат. Поэтому он был у нас на матче на первенство мира, и Карпов был у нас. Они давали сеансы детям о пресс-конференции. То есть, как шахматист, мы его любим и уважаем. А скажите, пожалуйста, ведь мы же сейчас все звания потеряли, да? Это какие? Чемпионов мира и среди мужчин, и среди женщин. Это правда. А в команде как обстоят дела? Я просто помню, что женщины вроде выигрывали Олимпиаду, а мужчины нет. Значит, женщины выиграли последние две шахматные Олимпиады. Напомню, что они проходят раз в два года. Вот последняя была в Турции летом этого года. Женщины заняли первое место. Но мужчины, на самом деле, тоже заняли первое место, но просто по коэффициенту уступили команде Армении. Да, там по очкам одинаково. Да, по очкам одинаково было. И в 2010 году мужчины тоже заняли второе место, а женщины заняли первое место. Это пока, скажем так, наша огромная ахиллесовая пята. То есть, никак мы не можем вернуть вот здесь эти позиции. Нет, но это уже прогресс. Потому что, если вы возьмете еще назад туда, то там мы занимали пятое место. Проблема в том, что сейчас в команде играют люди, которые все многократные олимпийские чемпионы. Крамник выиграл Олимпиаду, Грищук выиграл Олимпиаду, Свидлер, Морозевич. И для них второе место и десятое место. Ну, в целом разницы никого нет. Они приезжают только за первым местом. Здесь нет такого, что за вторым местом, ну, молодцы, хорошо сыграли. К сожалению. Но был период, когда и мужчины занимали там четвертое, пятое, и женщины. Согласен, согласен. Был такой период. Мы сейчас... Прогресс уже? Опять же, здесь существует система. То есть, система подготовки сборных команд к соревнованиям, к чемпионату Европы, мира и Олимпиады. Это выстроена четко система. Тренеры знают, что их ждет. Шаматисты знают, когда у них сборы, когда что. А чемпионаты мира было для шестнадцатилетних? Там мы нормально разрываем. Все хорошо, да? Там отлично. Потому что когда-то же и Карпов, и Каспаров, они начинали с этих побед. Конечно. Там уже второй, даже, по-моему, третий раз подряд мы занимаем первое командное место на чемпионате мира. На чемпионате Европы вообще там тотальное превосходство. Но, понимаете, сейчас проблема в том, что для нас, что во многих странах есть два-три сильных молодых шахматиста. То есть, может быть, у них нет того потока, который есть у нас, да? Но я говорю об Индии, я говорю об Иране, кстати, который сейчас начинает чуть ли не доминировать. Ну, Китай, понятно, да, где уделяется этому огромное внимание. Существует академия шахмата, куда люди, имея минимальный по сути талант, попадают, их начинают целыми днями учить шахматом. То есть, это становится их профессией уже с детства. То есть, там система, я когда был в Китае, я был поражен. То есть, система, она не просто выстроена, она как колье вбита, знаете, вот. И человек, имея способности, он сразу же получает профессию. То есть, ему не надо уже ничего выдумывать. Поэтому, но мы по-прежнему здесь конкурентоспособны. Ну, конечно, мы не... Да, плюс Украина, плюс Армения, конечно, где, опять же, из-за шахмат в школе, из-за внимания президента Армении Сержа Саркисяна, который возглавляет федерацию и очень любит шахматы. Очень большое развитие шахмата. Ну, Венгрия еще. Вот Армения просто очень давно еще, ну, вот, много лет, когда мы с тобой ввели программу прессинг еще на Радио Свобода, тогда многие шахматисты рассказывали нам о том, что вот Армения, ну, просто является каким-то образцом, то есть должна являться образцом для России, вот, по отношению к грошмейстерам. Да, как они там устроили, как они там какие-то стипендии там платили, что-то там организовали. Нет, ну, во-первых, конечно, во-первых, маленькая страна, да, но гордая. Во-вторых, мало видов спорта, где армяне добиваются успехов. Здесь они добиваются колоссальных успехов. Они выиграли три из четырех последних шахматных олимпиад, мужских. Это вообще, представьте, не возглавно. Ну, когда-то были Акапианы чемпионами молодежной. Нет, ну, Акапиан, кстати, до сих пор в команде. Он такой же молодой, как был, когда чемпионами мира. Нет, я имею в виду среди молодых, он среди молодежной. Ну, он талантливый был очень. Ну, да. Нет, ну, сейчас есть Ливон Ароян, который занимает сейчас вторую, там, или третью строчку мирового рейтинга, претендент на звание чемпиона мира. Ну, талант фантастический просто. Ну, конечно, когда я посмотрел, как встречали армянскую сборную после победы на шахматной олимпиаде, когда их в аэропорту цветы, трапу самолета президент встречает, потом их везут праздничным кортежем по улицам, потом банкет, награды. Вот, это здорово, это же вообще. Ну, я говорю, ну, просто это страна, которая не избалована такими победами. Поэтому для них это важно. И поэтому, когда команда Армении играет, для них эта победа, это действительно вопрос, ну, можно сказать, жизни и смерти. То есть это вопрос очень серьезный. Они стараются, они умирают. Ну, национальной гордости. Ну, и обеспечивают соответствующее финансирование, там, поддержку. Обеспечивают, конечно. Из этого же. Даже когда живут где-то за рубежом, все равно, тогда нам рассказывали, они где-то за рубежом, некоторые занимаются, работают. Ну, конечно, нет, огромная армянская школа за рубежом в Штатах, конечно. А финансирование идет все равно отсюда. Тоже помогают тем всем. Помогают, конечно, нет. Ну, здесь что скажешь? Здесь, конечно, это можно сказать эталон. Я согласен. Я согласен. На это можно равняться. Но здесь, к сожалению, очень трудно. У нас большая страна, 140 миллионов человек. Ну, да, так просто не перенесешь, да. Мы ориентированы на многие виды спорта, но мы не ориентированы. Кстати, я как-то недавно пересматривал интервью Крамника после матча с компьютером. Он играл матч с компьютером в 2002 году. Или что? Да, в 2002, по-моему, году в Бахрейне. И он говорит, я удивляюсь, почему шахматам уделяется так мало внимания государство. Потому что это, по сути, национальный вид спорта. То есть это вид спорта, в котором мы всегда были лучшие. И здесь есть чем гордиться, скажем так. Ну, с этим у нас, конечно, проблема. Ну, во-первых, действительно, столько видов спорта, в которых мы когда-то были лучшими. Когда-то лыжи можно было назвать национальный вид спорта или коньки. Ну, в общем, да. Проблемы тут есть. Об этом и обо многом другом мы уже поговорим после новостей. Продолжается программа «Прессинг». По-прежнему в студии «Финам.ФМ» Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Илья Левитов, председатель правления Федерации шахмат российской. И у нас здесь есть сообщение с сайта финам.фм. В общем, давайте ответим на вопросы, интересующие радиослушателей. Вот Иван пишет нам, что известный писатель Лукьяненко отдал своего сына в шахматную школу. И в своем блоге пишет, где какие соревнования проводят и как они проходят. Иногда думаешь, что ой, как хорошо. А иногда просто хочется плакать, потому что соревнования при поддержке Москвы, ну, видимо, правительства Москвы или что, проходят в ужасных условиях. Почему нельзя организовать нормальные соревнования? Ну, раз... Вот тут так трудно говорить. Надо знать, о каких соревнованиях идет речь. Раз он пишет, что иногда думаешь, как хорошо, а иногда нехорошо. То есть соревнования, значит, бывают разные. А шахматная федерация Москвы еще существует, да? Конечно, конечно. Она же входит в... А, ну, понятно. Значит, ну... Ну, а что тут здесь? Тут нечего даже ответить. Ну, в общем, да, Иван. Бывает и так, и так. Трудно ответить. Нет, ну, значит, все-таки мы, по крайней мере, знаем, что нет единого высокого стандарта. Какие-то соревнования проводятся, значит... Хорошо, какие-то плохо. Ну, можно сказать, здесь, может быть, какие-то соревнования, проходящие, например, не под эгидой федерации шахмата, там, российские или московские. Может быть, это просто соревнования какие-то в кружках. Мне так сложно сказать. В общем, условия проведения шахматных соревнований, они, может быть, имеются в виду, что, например, далеко а центр проходит. Уж понятно, чтобы арендовать огромное здание для нескольких сотен шахматистов. Но главная эта строчка, по-моему, что писатель Лукьяненко своего сына отдал в шахматную школу. Значит, есть шахматная школа. Нет, но я как раз к этому отношусь совершенно спокойно. Когда люди мне говорят, что отдали своих детей в шахматы, это абсолютно нормально. Я вообще считаю, что отдать ребенка в шахматы хоть на какое-то время очень полезно. Шахматы воспитывают очень много полезных качеств, и ответственность за свои поступки, умение обдумывать свои поступки, умение составлять план игры, научиться составлять определенные планы, действовать в соответствии с этим планом, умение как раз потом варьировать этот план в зависимости от обстоятельств, умение решать определенные задачи в отведенное тебе время и так далее. Это в целом факторы, развивающие детское сознание. Ну и волю к победе и так далее. Вот это все тоже. А вы думаете, это можно развить, да? Ну а как? По-моему, если бы нет. По-моему, можно. Хочу победить. Побеждай давай. Да, да. Хочу побеждать. Не хочу побеждай. Так, хорошо. Пожалуйста. Вот вам еще один, значит, вопрос. Заранее нам оставил. У нас есть очень активный слушатель Борис Потапович, который нам все время звонит, но сейчас вот, видимо, не может служить. Так, пишет. Вас на прошлой неделе не было в прямом эфире. Меня на этой. Но вопрос нам заранее оставил. Вопрос к гостю. То есть к вам, Илья. Сейчас существуют какие-либо программы о шахматах на радио и ТВ. Не мне вам напоминать о шахматной школе, была такая ТВ-передача, о трансляциях в прямом эфире, поединков за шахматную корону, о спецпрограммах на радио. Но все это в прошлом. Вы вот занимаетесь каким-то? Занимаетесь. Это, скажем, у меня на этот счет есть своя личная позиция. Во время матча на Первенство Мира, который мы проводили в мае этого года в Третьяковской галерее, у нас был такой специальный выпуск программы на «Россия-24» на телеканале, где мы туда отправляли известных гроссмейстеров, Петр Свитер, Евгений Бореев, Анатолий Евгеньевич, кстати, был там, которые рассказывали о партии, которая была сыграна. То есть это было 5-7 минут, такой краткий обзор той партии, которая была сыграна как раз в матче на Первенство Мира накануне. Мое мнение, что телевидение, несмотря на широчайший охват, и несмотря на кажущийся самый простой путь к сердцу человека, через телевидение, это не для шахмата. Шахматы живут в интернете. И живут очень комфортно. Потому что шахматы – одна из немногих игр, в которые можно полноценно играть через интернет. Футбол через интернет не поиграешь. Бегать через интернет тоже можно, но очень трудно. Плавать тоже. Плавать, да, еще сложнее. А в шахматы можно играть полноценно. Есть доска, есть фигуры, есть соперник, есть часы. И люди, десятки, миллионов людей по всему миру играют в интернете. Все меньше и меньше людей играют в интернете. Вообще люди все меньше и меньше делают что-то вживую, и все больше делают это в виртуальном режиме. И здесь для нас идеальная среда развития – это интернет. Поэтому мы все наши соревнования транслируем через интернет. У нас прямая видеотрансляция с комментариями гроссмейстеров. Показывать это по телевидению невозможно. Телевидение – это сейчас уже быстрый формат. Это какой-то экшен. Нам надо, чтобы гроссмейстеры дрались или убивали друг друга. Я не знаю, что они должны делать, чтобы это показывали по телевидению. А дают друг друга. Ну а вот Сергей и Марина Макарыча, они же… Это наш оплод. Они же это все освещают. Это наши заплодцы, да, в телевизионном, как бы, наши разведчики. Но это уже формат… Ну это формат аналитический. Аналитический. Они не показывают, они редко показывают, скажем так, в прямом эфире, но их программа, вы знаете, пользуется огромной популярностью. Я ее смотрю с огромным удовольствием. Да, но иногда, нет, я тоже смотрю довольно часто, но иногда, когда вот какая-то очень важная партия, они прям по ходу… Нет, они много показывают и онлайн, и у них и передачи с разных турниров, и интервью. Конечно, вот эта программа, она существует, она уже завоевала доверие. Это на спутниках телевидения. Да, ну да. Ну там просто другое, там… Она же не может быть пятиминуткой, но эта программа. Понимаете, понятно, что при наличии… Очень много времени. Конечно, да. При наличии представителя наблюдательного совета Аркадия Владимировича Дворковича, который является сейчас вице-премьером Хоровиса, наверное, у нас есть возможность попасть на телевидение. Но мы ей сейчас, честно говоря, даже не хотим пользоваться, потому что в этом нет никакого смысла. У нас пока нет продукта, который показать по телевидению, понимаете? Вот показать по общероссийскому телевидению. Надо сперва создать базу, создать систему, поднять некий интерес вот среди детей, среди родителей, а потом показывать им, может быть, и действительно показать какую-то школу. Потому что я помню, вот Гроссмейстер Суэтин, я в детстве смотрел эти записи, он объяснял позиции. Да, конечно, и есть некая ностальгия по этому. Но сейчас, если вы представите себе это на канале НТВ, ну, не заработает это. Поэтому, а в интернете мы привлекаем сотни тысяч людей. Сотни тысяч. У нас последнюю партию, рапид, быструю партию манча «Звони чемпионы мира» смотрело одновременно 500 тысяч человек по всему миру. 500 тысяч человек. С ума сойти, это надо иметь. Это цифры. Мощности серверные. У нас, мы очень мощные. А помнишь ведь, когда мы вот тоже программу прессинга, которая была на Радио Свобода, и заканчивался какой-то тоже турнир, очень крупный, и мы тоже смотрели в интернете, чтобы успеть в программу вставить результат. Это, по-моему, на Олимпиаде, тогда какой-то решающий матч играла сборная России с кем-то. Ну, вот и мы... Нет, поэтому, конечно, интернет для нас это максимально комфортно. Всегда есть огромное количество сайтов, которые дают возможность и играть через интернет, и учиться через интернет, потому что, конечно, посредством скайпа и разных шахматных программ можно эффективно обучаться. Что там у вас, интересное что-то? Ну, вот нет, вы просто сказали насчет того, что нам надо, чтобы гроссмейстеры дрались там еще. Тут же человек среагировал опять, и вам говорят, ну, помяните шахматный бокс, если в России какие-либо достижения в этом виде спорта, и вообще, что можно по нему сказать? По-моему, это глупость. Идея появилась, я думаю, что это шутка, 1 апреля. А правда говорят, действительно, соревнования какие-то проводятся? Ну, идиотов много. Ну, это бред вообще какой-то. Что об этом говорить? Ну, люди, да, боксируют, играют в шахматы, но можно плавать еще, бегать, я не знаю, что еще делать. Стрелять будет сложно. Можно, после шахматы можно, почему? Главное последовательность. Типа биатлона сделать. А если сперва стрелять, потом уже кто будет играть? Нет, здесь не нужно, здесь просто надо понимать, что шахматы никогда не привлекут такой аудитории, как футбол, баскетбол, хоккей. Это и не нужно. Поэтому наша задача как раз, здесь я очень жестко стою, понимаете, наша задача сохранить именно, скажем, я против длинного временного формата, который, то есть мы до сих пор играем почти так же, как Ботвинник. Ну, жизнь ускорилась в миллионы раз, а мы до сих пор 6 часов сидим, играем. Я считаю, что, конечно, это бред. Партия должна длиться час-полтора, но с точки зрения вот правил шахмат и самого оформления шахмат, я считаю, что это должно быть на высшем уровне, шахматисты должны играть на сцене. Это все-таки некий театр, некое представление. Ой, ну когда-то, ну это у меня ностальгические воспоминания, просто потому что я намного старше. Вы просто были очень молоды. И вам кажется, что все было хорошо. Нет, на матче Ботвинник-Смыслов, а потом, ну, я не знаю, в общем, Ботвинник-Таль и Петросян, и Спаски, это были... Это была своя среда. Да, это была особая сторона. Это были... Это была уже традиция. Люди любили это. Люди почитали эти игросмейстеры. Вообще невозможно было попасть там в Залчаковского или в театр эстрады. Конечно, это матч Каспаров до сих пор непревзойденный. То есть это... Ну, это история. Это история, которая есть у шахмат, которой шахматисты очень гордятся. То есть здесь не надо говорить, ну да, раньше было вот хорошо, сейчас все плохо. Нет, это наша история. Тут мы наоборот, здесь в отличие от государства, в котором мы живем, я считаю, что шахматы должны... каждый свой шаг как бы воспринимать как некий прогресс, как некую... Я с огромным уважением отношусь, ну не просто уважением, а почитанием отношусь к игросмейстерам прошлого и великим нашим чемпионам мира. И всегда, когда общаюсь там с Каспаровым или Карповым, сейчас Спаски в России, то есть для меня это общение с такими вот... Звезда пришла с неба и села передо мной общаясь. То есть это великие люди, которые творили историю этого вида спорта, поэтому... Вообще надо сказать, что вот, хотя интерес, может быть, к шахматам меньше стал значить, ну не скажем пропал, но меньше. И пропаганда меньше ведется, и в газетах меньше пишут, там с трудом вообще находишь иногда. Но отношение к истории, вот о котором вы сказали, в шахматах гораздо, ну, лучше, что ли, гораздо больше популяризируется история, чем, условно, в том же футболе. Где вообще люди забывают историю и вообще не хотят вспоминать. Нет, ну все-таки футбол очень яркий сейчас, поэтому что вспоминать, как играли в 80-е. Хотя многие вспоминают. Я вот слушаю экспертов наших, которые все время вспоминают, «Да нет, ну когда мы играли, было по-другому». Нет, ну нельзя не вспоминать там Стрельцова-Боброва, я говорю просто, поскольку у них сейчас вот были юбилеи. А в шахматах как раз вот, вы правильно сказали, что вот история Гроссмейстера всех, она как бы... Нет, мы вот, например, сейчас собираемся проводить в следующем году и проведем обязательно мемориал Алехина. Он будет проходить в двух частях. Первая часть будет в Лувре. Мы уже сейчас в процессе переговоров. Но это пока не подтверждено, поэтому это в качестве идеи. Первая часть будет проходить в Париже в Лувре. Вторая часть как в одном из русских музеев, может быть, в Петербурге или в Казани. Поэтому мы... Мемориал Талион вообще, по-моему, ежегодный. Мемориал Талион, да, ежегодный. Седьмой турнир прошел в этом году, в следующем году будет восьмой турнир. То есть это один из сейчас самых престижных, может быть, самые престижные соревнования среди топ-шахматистов. Он проходит у нас летом сейчас с участием десяти ведущих шахматистов мира. Поэтому эти традиции, их надо обязательно сохранять. Обязательно. На этом стоят шахматы, я считаю. Нет, ну вот ваш тезис, собственно, с чего вы начали, что шахматы не имеют такой популярности, как футбол. Я все время, во время вашего сейчас разговора, думаю об этом. Ну, мне кажется, что шахматы все равно всегда будут самой популярной игрой в мире, там, видом спорта в мире. Ну, если просто, что дедушка с внуком садятся и играют в шахматы. В шахматы же играют все. Ну, просто, ну как, если посчитать, наверное, сколько сейчас играют в шахматы. Я вас за 43 минуты убедил, что в шахматы играют все. Нет, я сейчас даже удивился, что вы, еще находясь на таком ответственном посту, вдруг позволяете такие заявления. Ну, в футбол приходит 100 тысяч человек. Это зрители? Да. Ну, они же играют. А я про зрителей говорю, мы же говорим про популярность вида спорта. А зрителей в футболе больше, а в шахматах больше играющих. В финал Чемпионата мира смотрят 4 миллиарда человек, или сколько, я не знаю. Столько, сколько и нет людей на свете. Это да. Нет, с точки зрения пассивного наблюдения, это, наверное, да. Но с точки зрения, вот, Игорь, в мире, я думаю, в шахматы играет больше людей, чем в футбол. Конечно. Ну, просто. Честно, не задумывался. Во всем мире? Вы знаете, есть статистика, но она очень не вызывает большого доверия. Я вот не знаю, честно говоря, цифру, сколько людей играет в мире в шахматы. Но статистика, она же учитывает, если кто в турнирах. Нет, почему? Нет, делались опросы. Ну, футболисты сидят на сборах своих, там, каких-нибудь. Они же в свободное время играют в шахматы. Я не знаю, хорошо или плохо. Думаю, наверное, некоторые хорошо, в большинстве, наверное, хуже, но все равно все играют в шахматы. Я сам многими футболистами играл в шахматы. С Нетто, например. Мне нравится ход нашей беседы. Все играют в шахматы. И всю жизнь играли, и всю жизнь будут играть. Я предлагаю сделать нашим девизом в шахматной федерации. Все играют в шахматы. Правильно. Так это у вас же генс уна сумус. Да. Мы одна семья. Это непонятно, что такое. Ну вот, что, да, один народ во всем мире. Можно сказать, мы одна семья, которая играет в шахматы. Да, шахматная семья. Ну, если это фиде девиз, значит, ясно, что в шахматы. Ладно, продолжим после новостей. Продолжается программа прессинг. Ну, собственно, что, близится уже к завершению. Совсем немного осталось времени у нас в эфире. Но еще поговорим о шахматах. По-прежнему в студии Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Илья Левитов, председатель правления Российской Федерации шахмат, в которые играют все. Это мы уже пришли. А теперь я вам сообщаю, что Борис Потапович, о котором я тут говорил, наш постоянный, самый верный слушатель, нас обманул. Как? Прислал нам с первого вопрос по интернету. Сообщил, что в прямом эфире слушать не будет, однако слушает, потому что позвонил. Борис Потапович, мы рады приветствовать вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Я только что освободился, и поэтому не мог мне позвонить, конечно, в свою любимую передачу. Спасибо. Добрый день. Спасибо гостю Илье, что он пришел на эту передачу. Я вопрос задавать не буду, потому что я ее не слушал. На ваш вопрос мы уже ответим. Ваш вопрос ответит. Тем более, все хорошо. Вы потом послышите. Олега и Валерия хочу поздравить с футбольной премией. Правда, не знаю, в какой номинации. А, ну, лучше, что ли. Нет, мы вчера, вчера получили, да. Мы оба награждены. Ну, так, я вам скажу, Олег, как лучший радиожурналист, а я... А, ну, как ты по себе скажешь? Да, я придется сказать. В номинации легенда футбольной журналистки. Ой, как здорово. Как здорово-то, да. Это вчера мы... Прекрасно поздравилось. Вчера как раз произошел вечером. Ладно, хорошо. Получили свои минуты славы. Спасибо вам, Борис Потапович, за звонок. Ну, давайте, мы должны поговорить про деньги. Мы на радиостанции «Финам-ФМ». О, другой разговор. Тоже ваша любимая тема? Отдевился. Ну, хорошо. Расскажите, каково финансовое положение вашей федерации? Как вы вообще... Ну, развивать, чтобы что-либо? Денег надо иметь. Нужно деньги, это правда. Когда мы с Аркадем Владимировичем пришли в федерацию, ситуация была очень тяжелая. Денег не было, долгов не было, спонсоров особо тоже не было. Здесь, опять же, мне кажется, нам удалось выстроить систему привлечения средств. Потому что, конечно, да, все эти масштабные планы, они разбиваются опрозу жизни, отсутствие средств. У нас сейчас бюджет увеличен практически в два раза. Составляет примерно, ну, там, в зависимости от количества турниров, от масштабности турниров, от 5 до 7 миллионов долларов в год. Ну, это на все, и на детский шахмат, и на массовый, на подготовку команд. Тогда немного. Это немного, да. Но все-таки у нас экипировка дешевая, так скажем. Да. То есть тут надо сказать, что нам не надо поля строить, не надо залы строить. То есть у нас шахматное соревнование может пройти, на самом деле, где угодно, если вы так подумаете. А в теплое время суток даже, ну, в теплое время года даже помещений не надо. На бульварах. Да, можно играть где угодно. На бульварах, в спортивных залах, в концертных залах, на улице, в подъезде, в школах, где угодно. Поэтому здесь нам легче. Но у нас есть стабильное финансирование. Мы стараемся давать спонсору какие-то... Конечно, мы не можем дать того охвата, который дают другие виды спорта и другие виды деятельности. Но мы, может быть, даем приобщение вот к той самой истории, к той самой истории и шахматы, и истории интеллектуального развития России, СССР, нашего народа, скажем так, нашей страны. И одновременно даем некую возможность собственного пиара и рекламы в интернете. Потому что и репутация шахмат, она, честно говоря, опережает сами шахматы. То есть это удивительный феномен, с которым я столкнулся, что уважение к шахматам, оно фантастическое совершенно. Вот у людей, которые не имеют к шахматному миру никакого отношения, то есть когда ты говоришь, что ты из мира шахматы, ой, ну все, значит умный, красивый и талантливый. Да, да, да. Есть вот эта репутация, она уже устоявшаяся, причем она во всем мире такая. Я очень много общаюсь и с американцами, и с представителями европейских государств. То есть это удивительный феномен, который вот существует. То есть шахматисты относятся к шахматам гораздо хуже, чем люди со стороны. Как скажем? Ну, Илья, я прослушал немножко, вернее, не тоже прослушал, не понял. Вот эти 7 или сколько вы сказали? 5-7 миллионов долларов. Это государство. Нет, государство нам не дает практически ничего. Государство ничего не дает? Мы получаем минимальное финансирование. Но не олимпийский вид спорта же. Конечно, мы понимаем, мы получаем минимальное финансирование от Министерства спорта. Минимальное, да? Минимальное, но может быть это составляет, мне так сложно сказать, но проценты какие-то от нашего бюджета. Ну, то есть это... Ну, когда-то было, конечно, не так. Да. Нет, ну, конечно, нет. Но я понимаю, ну, сейчас, ну, здесь опять мы не внутри Министерства, и это нормально, я не считаю, что это неправильно. Внутри Министерства мы не выдержим конкуренцию с 50 видами спорта, которые, тем более, у нас там и чемпионаты мира, и Олимпиады, то есть надо готовиться, лыжники бегут, кто-то стреляет, там кто-то еще что-то делает. То есть поэтому... Еще есть паралимпийцы, естественно. Нет, но здесь мы как бы зарабатываем деньги, по сути, сами. И здесь сколько дают, столько дают. А что здесь как бы... Нам здесь... Я на это стараюсь не обращать внимание. А как... Да? Ну, вы вот сейчас как, достигли максимума, вот вышли, так сказать, на... Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Для развития... Дело в том, что мы же не говорим только о Москве. Мы хотим, чтобы шахматы играли по всей стране. То есть мы, например, развиваем шахматы на Дальнем Востоке, во Владивостоке, сейчас в Мурманске, в Петропавловск-Камчатске, функционируют новые школы. И, конечно, на все это нужны средства. То есть мы очень много общаемся. И здесь огромное, кстати, спасибо Аркадию Владимировичу, который нам помогает. Мы общаемся с руководителями регионов, с мэрами, с губернаторами, с представителями городских дум, чтобы они помогали шахматам именно на местах. Потому что наша задача, чтобы увеличивать количество людей в массовых шахматах. А для этого нужно, чтобы организовывались турниры, школы и мастер-классы именно в регионах. Вот когда-то к нам в программу, о которой мы уже не первый раз упоминаем, приходил Кирсан Ильюмжинов в качестве президента Международной шахматной федерации. Я сейчас просто не помню, касались ли мы вопроса взаимоотношений Международной федерации и российской. Каким-то образом она деньги не подбрасывает вам? Нет, нет, нет. Во-первых, Международной федерации денег-то особо нет. Во-вторых, мы лишь одна из, по-моему, сейчас 160, что ли, федераций, которые входят. Кстати, федерация шахмат мировая, по-моему, сейчас крупнейшая в мире по количеству федераций. То есть сюда входят то ли 160, то ли 170. Я вот точно не буду врать. Футбол это больше всего. Да? Да. Жаль. Больше всех в волейбол, по-моему. В волейболе чуть-чуть больше, чем футбол. Я имею в виду одна из крупнейших федераций по количеству ее членов. И у нас абсолютно рабочие и нормальные взаимоотношения. Поэтому мы проводим достаточно много турниров высокого уровня, скажем так, до недавнего времени проводили. Я имею в виду международных турниров. Поэтому у нас взаимодействие может быть чуть более тесное, рабочее взаимодействие с органами ФИДЕ, чем у других федераций. А так мы входим в ФИДЕ. Но ФИДЕ не помогает финансами федерации. Ну это я по аналогии опять же с футболом, потому что ФИФА помогает. Футбол другой мир. Деньги же нужны не только на проведение каких-то соревнований. Ведь надо же еще... Ну, люди, которые... Тренеры во всяких кружках, которые занимаются, они же должны получать... Нет, ну это проблема... Ну понимаете, проблема финансирования, она всегда существует. А не говорить... Как говорил один наш беглый олигарх, деньги были, деньги будут, сейчас денег нет. Нет, мы примерно так и живем. То есть, ну, здесь такая ситуация, сколько у нас получается, скажем так, зарабатывать денег, и сколько получается. Здесь, конечно, ну, понимаете, ну что здесь скрывать, здесь, конечно, роль Аркадия Владимировича, она ключевая, и она важнейшая. Просто благодаря его должности, поэтому... Ну, благодаря его связям, его отношениям, его должности... Ну, мы же знаем, что, естественно, Александр Жуков, который был вашим предшественником... Он восстановился, он был предшественником Аркадия Владимировича, это... А потом... То есть, Аркадий Владимирович, он пришел на место Александра Митча, вот так вот. А, ну да. Ну, хорошо, тоже, естественно, ну, мягко говоря, не последний человек в стране. Так, Александр Митч просто из руин все это поднял. Да, и не равнодушен шах. Были не просто руины, даже уже вот обломки, они как бы утекли под землю, все, ничего не было. Даже еженедельник 64 сумел как-то... Конечно, была просто выжженная земля за 5-6 лет, Александр Митчу удалось создать... Кстати, базис для того, чтобы мы дальше развивались, и поэтому ему не просто огромное спасибо, он огромный объем работы проделал. Потому что сейчас, когда у тебя 5-6 больших крупных спонсоров, многие из которых там и государственные компании, и очень известные частные компании, тебе легко находить деньги. А представьте, когда у вас один спонсор, или у вас вообще нет спонсоров, и нужно убедить кого-то дать вот эти первые деньги, непонятно во что, непонятно для чего. Поэтому... Если вниз чуть-чуть опущусь, просто из чистого любопытства. Вот вы сказали, что детские тренеры, ну, в кружках, там же все платное, да? И вот люди, которые платят деньги за то, что занимаются, а это идет на зарплату детских тренеров. Но просто уровень зарплат детских тренеров нормальный или совсем невысокий? Ну, зависит, мне кажется, во-первых, зависит от квалификации, конечно. Потому что если у тебя много учеников, которые платят тебе деньги, ну, конечно, ты получаешь больше, чем у учителя в школах. Но если уровень невысокий, у тебя мало учеников, ты получаешь меньше. Но мне кажется, что... Кстати, я знаю, что очень многие шахматисты, которые не смогли добиться высоких результатов своей игрой, они становятся очень неплохими тренерами и начинают этим зарабатывать. Сейчас есть сотни, может быть, даже тысячи шахматистов российских, которые зарабатывают деньги тем, что обучают. Да, а многие, я знаю просто лично, я не знаю, Белавинец, предположим, Людов, заканчивая уже свою спортивную, что ли, карьеру, перестав выступать в турнирах и бороться за всякие высокие звания, переключаются на обучение. Ну, конечно, нет, но это стандартно, это, собственно, во всех видах спорта так здесь. Либо человек, который, мне кажется, вообще в футболе лучшие тренеры, ну, раз у нас такая аналогия, в футболе лучшие тренеры, они как раз не были лучшими футболистами. В Фергюсон, Маурини, Венгер и так далее. Поэтому здесь очень часто хорошими тренерами, действительно хорошими, оказываются те, кто сами играют в уровень кандидата в мастера. Ну, да, ну, по-разному бывает. Вот, к вопросу об уровне. Иван, наш активный слушатель, тут пишет нам через сайт сообщение, и вот сообщил, что сколько я не скачивал, там, не покупал всяких компьютерных программ, никогда не могу проиграть. То есть компьютер отчаянно туп, хотя написана суперсложность, и авторы говорят, что компьютер очень умный. Вопрос, это я такой умный или компьютер глуп? И где найти вот ту самую умную программу, с которой играют великие шахматисты? Ну, во-первых, Иван, да, конечно, очень умный. То есть давайте не будем... Иван наверняка. Да, наверняка очень умный. Но если он возьмет, например, программу Шрёдер или программу Гудини, вот сейчас сильнейшая в мире программа считается Гудини, Гудини или Рыбка, ну, и сыграет с ней, ну, тогда мы его признаем, скажем так. Иван, кстати говоря, задает вопрос еще другой. Есть ли в наше время возможность получить разряд по шахматам? Конечно, для этого надо участвовать. А эта система, она существует, она никуда не делась. Для этого нужно играть в турнирах, обыгрывать сильных шахматистов и получать звание. Тут проблемы нет. Слушайте, если вы уже обыграли все компьютеры, которые скачали на телефон, нет, просто очень много программ, которые сейчас в интернете есть, и которые, можно сказать, и на телефон, и на iPad, на что угодно, они действительно очень слабые. Даже я могу некоторые обыграть, точно. Да, они очень слабые, но на самом деле играть с ними очень вредно. Надо сперва научиться играть в шахматы, а потом играть с компьютером. И вообще играть с компьютером вредно, играть надо с людьми Так, все, Иван, бросайте это глупое занятие Играйте с людьми, проигрывайте, потом выигрывайте Тут путь только один Получите разряд Удовольствие прежде всего Потому что в шахматы играют все Вот мы и вернулись опять к этому Удовольствие именно в том, что ты играешь с человеком Потом с ним обсуждаешь С другом, с подругой, замечательно А играть с компьютером Это все-таки некое такое От безысходности можно только В самолете Или уже чтобы достигнуть какого-то особого уровня Сейчас играть с компьютерами неинтересно Потому что сейчас Магнус Карлсон Я думаю, что в матче, это сильнейший матчист мира В матче из 10 партий Не выиграть ни одной компьютер Какой ужас В общем, все, мы за отношения между людьми Спасибо, дорогие друзья Спасибо всем, кто слушал, задавал вопросы В студии у нас был гость-председатель Правления Российской Федерации шахмат Илья Левитов Ну и мы, Олег Винокуров И Валерий Винокуров Прощаемся с вами Спасибо вам огромное Всего хорошего